SCP-889. Скрещивание. Класс объекта Евклид. Особое слово содержания. SCP-889 спрятан в бетонный саркофаг. Имеется единственный шлюз для входа внутрь объекта в исследовательских целях. Здание обнесено стандартным ограждением с предупреждающими знаками. Официальная версия – правительственный медицинский исследовательский центр. В течение следующего года следует прочесывать окрестности силами МОК. Все порождения SCP-889, родившиеся до постановки на содержание, следует захватывать и доставлять в биоисследовательский участок 32. Местные слухи о странных животных следует проверять с особым тщанием. Раз в квартал с внутренних поверхностей SCP-889 следует брать мазок. При обнаружении прокариотов, у которых проявляется эффект SCP-889, или же при необычной болезни у какого-либо из сотрудников, SCP-889 следует сжечь и заблокировать на неопределенный срок. Всех сотрудников и оборудование следует полностью дезинфицировать. Описание SCP-889. До постановки на содержание фонда. В пределах SCP-889 комбинации мужской и женской гомет растения либо животного любых видов порождают жизнеспособные потомства. Процесс основывается на неординарной перестановке хромосом во время оплодотворения. В случае встречи гомет различной плаидности или разного размера генома, хромосомы зачастую удваиваются либо совмещаются. Детали процесса до конца не выяснены. Идет исследование. Естественным спариванием разных видов могут мешать такие факторы, как размер структуры гениталий и разные способы оплодотворения. Но искусственное оплодотворение эффективно в 90% случаев. Комбинация генов и свойства зачатого внутри SCP-889. Потомство обычно разделяется поровну между родителями. Однако биологические аспекты, такие как размер тела, группа крови и гомеостаз практически всегда наследуются от матери. Гибриды всегда стерильны. Есть прямая взаимосвязь между разницей геномов, родителей и сроком жизни и геноэтической приспособностью потомства. SCP-889 также в некоторой степени может влиять на видовое распознавание у животных, чем повышает вероятность межвидового спаривания в своих пределах. По этой причине людей в SCP-889 следует допускать с осторожностью и под присмотром. Объект не оказывает видимого воздействия на бесполые и одноклеточные организмы. Межцарственное оплодотворение успехом также не увенчалось. SCP-889 находится в ведении биоисследовательской зоны 32. Неподалеку от SCP-889 была сооружена ферма по разведению животных для производства подопытных животных, а также лабораторный комплекс. Протокол эксперимента 889-А В период с 2009 года по 2010 год была проведена серия экспериментов по межвидовому скрещиванию в SCP-889. Во всех экспериментах применялось искусственное оплодотворение. Ниже приведена подборка результатов опытов. Эксперимент 889-А-1. Дата 2009 год. Родитель серая крыса Альбинос. Родительница серая крыса Альбинос. Время возревания 21 день. Число потомков 7. Примечания. Контрольный эксперимент. Нормальный результат. Потомство выросло здорово. Примерно 22 см в длину. Эксперимент 889-А-2. Дата 2009 год. Родитель американский таракан. Родительница серая крыса Альбинос. Время возревания 21 день. Число потомков 14. Примечания. Взрослые особи достигли 15 см в длину. Оттенок коричневый. Тело сегментированное. Шесть ног. Хвоста нет. Более суетливые, чем обычные крысы. Части ротового аппарата неправильные, зачастую бесполезные. При вскрытии обнаружена стандартная система терморегуляции млекопитающих. Эксперимент 889-А-3. Дата 2009 год. Родители. Бык. Родительница. Кошка. Время возревания 98 дней. Число потомков 1. Примечания. Взрослый особь достигла 50 см в длину. Череп и структура морды коровьи. Структура и размер тела кошачьи. По ловкости значительно уступает обычной кошке. Предпочитает питаться травой. При вскрытии обнаружен рубец. Первый отдел желудка. Характерный для жвачных. Смотрите фотографию. На фотографии особь 889-А-3. Эксперимент 889-А-4. Дата 2009 год. Родитель. Волнистый попугай. Родительница. Атлантический лосось. Время возревания 19 дней. Число потомков 12. Примечания. Взрослые особи достигли 40 см в длину. Сине-зеленого цвета. Чешуя борозчатая и удлиненная. Что значительно препятствует движению в воде. Грудные плавники увеличены. Напоминают крылья. Особь пытается махать грудными плавниками. Чтобы летать. Вместо того, чтобы продвигаться сгибанием плавников. Как рыба. Особи имеют маленькие изогнутые клювы. Питаться предпочитают со скреба из камней водоросли. Эксперимент 889-А-5. Дата 2009 год. Родитель. Сахарная кукуруза. Родительница. Туя. Сколочатая. Время созревания семян разное. Число потомков 257. Примечания. Потомство оказалось крайне разнообразным. Но его можно условно разбить на несколько общих групп. 17-1. Початочные деревья. На вид обычная туя. Отличающаяся только тем, что на ней растут початки кукурузы. Анализ показал, что зерна нетоксичны. Подопытные описывают вкус как странный, но не дурной. 17-2. Шишка. Зерновые стебли. По виду не отличаются от кукурузы. Но початки покрыты твердыми чешуйками. Зерна похожи на зерна 17-1. 17-3. Шишка. Зерновые деревья. Обычные на вид туя. На которой растут маленькие початки кукурузы. Которые твердыми... Покрыты твердыми чешуйками. Вкус был назван подопытным. Отвратительным. 17-4. Туевые стебли. Организмы с травянистым стеблем, похожим на стебель кукурузы. И древесными побегами, подходящими, отходящими в сторону. Которые похожи на ветки туи. 17-5. Пестрая туя. Дерево туи. На котором растут как желтые, так и зеленые иголки. Желтые иголки на самом деле являются значительно преобразованными зернами кукурузы. Которые, тем не менее, не собраны в початок или цветок. Желтые иголки смололи в муку и выпекли хлеб, который подопытные назвали восхитительным. 17-6. Твердая кукуруза. Обычная кукуруза с очень плотными зернами, покрытыми подобием коры. 17-7. Игольная кукуруза. Стебель от кукурузы, на початке которого растут зерна в форме иголок туи. В варианте 17-7-2 стебель деревянистый. Наблюдение за годовым циклом роста растений 889-A-17 показало, что они примерно соответствуют тому растению, на которое тот или иной образец более похож генетически. В то время, как все созданные в SCP-889 гибриды стерильны, растения можно размножать прививкой, побегов и выращиванием тканевой культуры. Полученные растения не имеют каких-либо значимых отличий от растения предка. Попытки повторной гибридизации привитых растений пока не предпринимались. Эксперименты с 889-A-9 по-16 проводились в рамках проекта «Перемешка». Доступ ограничен. Эксперимент 889-A-10. Дата 2009 год. Родитель засекречена. Родительница засекречена. Время возревания – 280 дней. Число потомков – 1. Примечания. Данные удалены. На фотографии рассекреченный снимок особи 889-A-10.